В гостях в студии депутат Государственной Думы Российской Федерации от ЛДПР, заместитель председателя Комитета по науке Государственной Думы Российской Федерации, Михаил Дегтярёв. Здравствуйте, Михаил Владимирович. Доброго времени суток. Михаил Владимирович, цель визита депутатов Госдумы Российской Федерации в Крым вот сейчас? Порыв души. Поддержать крымчан в их историческом выборе. Вы знаете, я за 33 года своей жизни никогда не видел таких массовых митингов в России. Они проходят от Владивостока до Калининграда, от Мурманска до Краснодара. Сотни тысяч людей ежедневно выражают поддержку крымчанам в их выборе, в их самоопределении. И то, что наш президент высказался по этому поводу, говорит не только о том, что он так считает, что Россия ждет, а народ так считает. Ну, народ действительно Россия ждет? Конечно, ждет. Потому что это даже не самоопределение, это воссоединение России. А Владимир Вольфович, Жириновский, наш лидер, вообще предложил 16 марта сделать государственным праздником в России днем воссоединения. И мы соответствующий законопроект на следующей неделе внесем в Государственную Думу. Мы уверены, что когда народ Крыма определится, мы имеем полное право в России такой праздник установить. Вы как заместитель председателя комитета по науке, немножечко расскажите, очень коротко, ситуацию, ну так скажем, с наукой в Российской Федерации. Во-первых, Академия наук объединилась. У нас теперь она большая. Академия медицинских наук, Академия сельхознаук воссоединилась с большой академией. Создано Федеральное агентство научных организаций, которое управляет имуществом, землями, деньгами Академии. Плюс создан президентский российский научный фонд, который финансирует, как раз 12 марта был последний день приема заявок, научные коллективы. В России на науку выделяется огромное количество денег, несколько сот миллиардов, и наука в России сегодня на подъеме. Ну, научные круги Крыма готова Россия принять? Россия готова принять всех, всех крымчан в свое лоно, и повторяю, это никакое не присоединение, это возвращение домой. Мы так это рассматриваем. Это Крым, а для крымчан возвращение домой, и россияне точно так же думают? Конечно, конечно. Вы посмотрите. То есть, получается, 23 года где-то там блудный сын, да? Ну, посмотрите, какие лозунги на митингах люди поднимают на знамена, на плакаты. Крым, мы с тобой. Мы одна страна. Мы один народ. Здесь, в Крыму, крестился князь Владимир. Здесь, в Крыму, началась православная история России. Ну, у нас общая история, у нас одни корни. И хочу еще обратить внимание, ведь Крым, он является многонациональным. Конечно. А Россия, это уникальная страна, где все национальности, все конфессии живут в мире и согласии. В России даже есть свои ламы, в Калмыкии, в Бурятии. Вы прекрасно знаете, что Москва и Третий Рим, это центр православия мирового. Поэтому у нас мир, спокойствие, и мы ждем выбор народа Крыма. Ну, кроме того, что, как вы говорите, возвращение домой, проблемы же тоже существуют. У нас и ранее депортированные народы проживают. И тоже Крым, это многонациональный, многоконфессиональный регион. Готовы со всеми проблемами взять возвращающихся, так сказали бы? Конечно, готовы. И Россия, мы же это тоже должны понимать, это не рай на земле. У нас, конечно, есть свои проблемы. Но граждане России, и сегодня мы это видим, регионы, общественные организации объединяются, собирают деньги, гуманитарную помощь, готовы помочь и протянуть руку помощи Крыму. А с экономической точки зрения президент в своем послании, президент Владимир Владимирович Путин, объявил о создании, например, зон опережающего экономического развития. Куда пойдут инвестиции, где будут созданы точки роста. В Крыму, безусловно, это сельское хозяйство, это туристический бизнес. И Крым вполне может стать одной из таких зон опережающего экономического развития. Об этом уже министр экономики России сказал, Улюкаев. Вполне возможно, но остается выбор за крымчанами. И последний вопрос. Ваши впечатления о Крыме, о крымчанах? Я вижу надежду в глазах людей. Люди напуганы тем, что происходит на Украине. То, что десятки тысяч огнестрельного оружия гуляет по стране. Никто не контролирует эти процессы. Так называемое правительство, самозванцы, которые в результате вооруженного переворота взяли власть, вообще говоря, не понимают, куда и зачем оно движется. Это проблема. Крымчане напуганы. Но крымчане, я вижу, с надеждой смотрят в сторону России, а мы с надеждой смотрим в сторону Крыма. Поэтому ждем. Приходите обязательно на референдум. Это исторический шанс, когда сам народ решит, куда, с кем и как мы идем. Спасибо вам большое за то, что вы выбрали время и пришли к нам в студию. Спасибо. А наш эфир продолжается. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова